всем привет на моем канале сегодня на обзоре вторичка относящиеся к тематике но довольно таки важная популярная потому что это аккумуляторы формата а а то есть пальчиковые так называемые значит и но они непростые тут такая целая история что я вот решила специально даже записать потому что ну такое вряд ли вы знаете можно как бы посмотреть и сначала вступление расскажу потом все объясню сразу забегая вперед это sony здесь набор из четырех аккумуляторов зарядным но штука в том что этому набор вот он запечатанный до сих пор ему минимум 12 лет то есть он запечатан 12 лет может быть 15 и может даже скорее 15 я говорю что про минимальный срок теперь в чем суть истории мне сейчас нужно очень много этих аккумуляторов и пальчиковых и микро пальчиковых то есть а а размер 3а размер у меня какое-то количество было но их не хватает ребенка маленького много игрушек требующих вот это питание я в свое время вот несколько лет назад там запасе и луками но у меня их немного у меня по моему пять штучек они мне и фонари как используются саньо меня еще видите саньо made in japan вот позже я купил 3а формата тоже не лук но это уже panasonic это уже panasonic это же сделаны в японии вот для тех кто не знает ну маленький ликбез быстро скажу что такое за технология не лук у него по означает то что эти аккумуляторы очень медленно саморазряжаются но кто знает главную проблему никель-металл-гидридных аккумуляторов ты их зарядил положил их коробочку допустим думаешь там через неделю или через 2 их поставить они за это время взяли разрядились то есть они быстро разряжаются то есть их перед тем как использовать надо обычно заряжать например если у фотоаппарат и ты например держишь на батарейках на или на пальчиковых таких батарейках аккумуляторах ты держишь пару запасную то тебе не получится потому что это разрядиться это разрядиться вот в этом и была их проблема так вот и не лук создали технологию которая очень медленно их разряжает то есть там даже на коробках на упаковках написано что скажем там за год там проседай всего лишь на 20 процентов то есть через год хранения не 80 процентов еще держат там через три года они держат еще там 50 процентов ну понимаете в чем суть вот я не более качественные вот они достаточно дорогие сейчас вот например такой аккумулятор стоит в украине ну минимум гривен 200 может где-то 150 найдете но также предупреждаю что полным полно на них подделок на lx они там по 60 70 80 гривен стоит но то подделки это клоны оригиналы то есть конечно дороже можно смотреть в магазинах таких типа эпицентра эльдорадо но там 250 набор из 4 там 900 чем-то гривен стоит под тысячу из четырех штучек вот чем дело ну эти конечно чуть дешевле вот такая вот история и я решил запастись аккумуляторами можно было конечно такие дорогие не покупать на какие-нибудь попроще так вот недалеко от меня есть рынок на котором . которые многие годы хожу там аккумуляторы батарейки зарядные продаются и вот этот набор его прекрасно помню висит висел все эти годы на торце там стеклянная такая виды витрина и он там на крючке подвешенный висел все эти 12 минимум лет вот я помню что еще до многие годы назад а до подходил я фигурально танк и посещаю приобретаю всякие батарейки от часов до другого вот его помню как он висел значит он уже висит у человека продавца просто для антуража мне не хотел его продавать я вот решил купить и цена на него положит через пакет выйти 245 гривен за четыре аккумулятора зарядным я сейчас объясню я сказал что беру без претензий потому что потому что я понимаю что может быть за эти годы не просто так сказать умерли как говорится значит так вот почему я их решил приобрести дело в том что еще тогда я запомнил эту историю он мне рассказывал что за этими аккумуляторами него гонялся какой-то фотограф почему она не хотела не мог объяснить а я понимаю почему он хотел потому что на упаковке сейчас посмотрим написано вот такая вот фраза вот она диана ready to use any time готовы к использованию любое время его здесь объяснение идет что стандартный никель-металл гидридные там 75 процентов а потом в ноль через год разряжаются а здесь получается более одного года то есть сохраняют емкость и все такое и то есть это как бы технологии есть и не лук только сонью не называла и не луком цена этого набора сохранилась тех времен 245 гривен я за четыре аккумулятора приобрел получается за 245 4 аккумулятора зарядным и к тому же посмотрите здесь еще идут четыре адаптера это ну кто это знает что такое это размер c это размер dm таких батареек или аккумуляторов для того чтобы не использовать не покупать дорогостоящих пришел такие аккумуляторы батарейки стоит значительно дороже то сюда просто вставляется пальчиковая вот это вот батарейка или аккумуляторы не превращаются большой ну то есть даже вот эти бочонки сами по себе сейчас в украине стоит по 60 гривен это только минимум 60 на 4 будет 240 вот эти вещи там уже не sony тому же не sony в общем в любом случае эта сумма она не пойдет на ветер тут конечно и зарядная но на мне не очень нужно у меня более продвинутая night core потому что она может по одному каналу заряжать а эти как обычно по два но все равно sony фирменная качественная зарядная 10 она даже сейчас удобно продавалась сонька бы сколько стоило вот эти штуки посмотрите какой грязный какое залипшая вот это вот коробка я интересно найду ли я где-то сделано в японии значит найду ли я где-то какую-нибудь бумажечку в которой будет написано тут потеки там понимаете 12 лет она к тому же лежала не в коробке а висела на стекле за эти годы зимой морозы так какие-то годы и минус 20 у нас было летом жарище по 45 градусов и она там висит и висит интересно живые ли аккумуляторы 1000 зарядок ну что будем открывать будем открывать вот эту красоту и первое что будем проверять насколько вот работают и аккумуляторы после всех этих лет скрываем упаковку отсюда уже можно вытащить зарядное вот оно какое все грязное там пыль сумасшедшая сняли пленочку сняли пленочку они вот тут вот вот так вот находится сейчас будем все проверять давайте сразу достанешь что у нас здесь адаптер для питания вот такая инструкция кстати что-то у нас на sony написано rechargeable 2000 миллиампер цикл energy made in japan давайте адаптер еще посмотрим тоже интересная тема мне никогда таких не было большие позже достану думаю на малом будет все понятно так как она тут используется вот так кстати а этот же размер c он меньше чем пальчик а как предполагается использование или рассчитывается на то что там пружина устройство будет ну а размер d конечно уже полностью батарейку сможет поглотить ну ладно адаптер и адаптерами это мне просто отдельная тематика давайте все эти аккумуляторы посмотрим живые ли они вот я взял фонарик феникс 12 минимум лет кстати хотел на бумажке посмотреть если где-то какой-то там знаете отпечатано в таком-то году чтобы можно было найти 2007 2007 сейчас я снимаю 2020 13 лет 13 лет ну что будет чудо или не будет обалдеть даже полную мощность дают 13 лет батарейки пролежали аккумуляторы понимаете почему вот и не лук и почему вот это все дорого стоит какие аккумуляторы 13 лет проработают два то уже даже если два рабочие какую емкость я не могу сказать они сохранили за эти годы у меня нету то есть все режимы включают и 4 я просто счастлив такая мелочь хотя по деньгам это не мелочь такие аккумуляторы сейчас бы стоили сада с адаптерами сумасшедших денег то есть вот это минимум бы стоило 900 чем-то гривен плюс зарядка потому что не лупы без зарядок продаются плюс 4 адаптера которые тоже каждый стоит по по 60 гривен минимум то что он брендовый sony они ноунеймовые которые у нас продаются вот такая история я не знаю может быть у вас где-то что-то в городе тоже можно подобные истории ловить как я вам рассказываю но это все чистая правда это так оно и есть запечатанным провисел жара минуса зимой ну ну зимой написать и там киос уже не отапливается просто на улице по на рынке на территории находится и в 1 ночью на при минус 20 и лежат эти аккумуляторы месяц 2 январь февраль февраль там декабрь кто через год опять зимой а летом жарище там жарила прямо на эту упаковку она работает я не знаю конечно какая там остаточная емкость друг они уже конечно там не на 2000 миллиампер но спустя 13 лет они вставились в аккумулятор и дают полную мощность ну комментируйте это супер история я надеюсь вам понравилось всем спасибо за просмотр всем пока до новых видео хоть и попрощался но тут дописываю отдельным куском вот я уже достал полностью вот эти адаптеры c размер d размер оказывается прочитал инструкцию и везде написано что можно заряжать от одного до четырех аккумуляторов то есть можно заряжать и по одному вот у нас 1-4 1-4 1-4 нигде нету никакого ограничения что надо заряжать только два или четыре просто все такие зарядки как правило они но такие достаточно доступны и дешевые сколько я с ними уже годы ими с ними имел дело я знаю что они заряжают парами кроме вот этих продвинутых современных там типа night core и но или каких-то совсем продвинутых зарядок там с рычажками с саморазрядами а такие простые просто вставил аккумулятор они всегда парами заряжать а в этом наборе так еще из зарядка блатная то есть она заряжать может и один аккумулятор вот я вставил уже заряжается у меня тут возле удлинителя вот это зарядка sony не стоит аккумулятор уже один из моих просевших и заряжает заряжает этот аккумулятор один ну еще раз всем спасибо за просмотр всем пока до новых видео